И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы будем продолжать смотреть аниме восхождение героя щита, и по счёту у нас будет идти 13 серия первого сезона, 13 мое любимое число, собственно, и в нике у меня тоже есть цифра 13, обратно же по тому же поводу, что это мое любимое число, вот, и эта серия должна выдаться довольно-таки интересной, потому что закончилась она нападением на Мелти, да, которое, как мне кажется, произошло не без влияния красноволосой шалавы, да, вот, почему-то я прям уверен почти на все 100%, что это под её влиянием, где-то как-то это вот всё происходит, ну и плюсом ко всему, если я не ошибаюсь, вроде бы под прошлой серией в комментариях писали о том, что в этой серии будет новый опенинг, который мы тоже, конечно же, послушаем, если, конечно, я не ошибаюсь, потому что, как бы, смотрю много различных, как бы, тайтлов, да, и могу где-то ошибаться и не помнить, какой комментарий конкретно именно к какому аниме относился, но вроде бы героя щита, вот, так что послушаем, вот, и да, да, будем приступать, но перед этим не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, а также подписываться на телеграм и на твич, ссылочки, которых находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра, друзья, и давайте смотреть. Вернитесь в столицу! Чего это ты удумал? Ублюдок, как ты посмел взять принцессу в заложнике? В смысле в заложнике? Вперед рыцаря, вы имя правосудия, прикончим демона счета. Ты долбоёб! Ты, 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 ты. Ты ебанат! Ну как блёдь, ебаните-ка им! Я думаю, Мелти расскажет всё, как оно было на самом деле. Подожди, 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 там у ебан стоит с хрустальным шаром, это он специально с ним стоит для того, чтобы где-то как-то запечатлить то, что происходит. запечатлеть это, где-то как-то показать людям, я не знаю, или еще кому-то, и сказать, что он будто бы напал как бы на младшую дочку короля, на ту, которая должна в дальнейшем стать королевой, то есть на Мэлте, да, а их как бы не парит то, что она с этим не согласится, ну то есть то, что она скажет, типа, что такого не было. И неужели... Ну да, люди, наверное, не все покажут, по-любому они засняли тот момент, когда начинал этот рыцарь бежать, а, типа, атаковать, и то, что щит именно защитил, да, вот это, конечно же, опустят. Наверное, все так подкорректируют, чтобы это было конкретно именно... Выглядело так, как будто бы герой щита по-настоящему взял ее как бы в заложники и при этом еще отмахал тех людей, которые ее сопровождали, чтобы выставить его в не лучшем свете. Но прикол в том, что нахуя? Нахуя? Ну вам же нужен щит, ну вы долбоебы. Ну даже ополчитесь вы против него. Ну и что вы ему сделаете? Ну что вы ему сделаете? Он может на вас обидеться и в следующей волне к следующей волне может спокойно вообще там хуи пинать где-нибудь. И что вы будете делать со своими тремя бездарами? Что вы будете делать? Это, блядь... Абсолютно недальновидные люди. Гол! да зачем кто сейчас послушаем кто-то вообще в этом может поверить ну актеры от бога просто это блять не знаю нахуй это все в ахуе все там блять всякие там дикаприо там и там все там кому так они все в ахуе смотрели бы и охуевали что происходит ну как то это оскар это оскар убегаем и стоят два долбоеба один шаром другой просто блять улыбаются нахуй припески ну это так тупо это так тупо все подстроено так по уебански так блять по еблански это блять а только не знаю слепой незрячий блять немой блять глухой и там корявый блять может может быть где-то как-то вот в этого все поверит но если он как бы не сможет этого не видеть не слышать как бы нихуя вот этого вот всего ему где-то как-то там по-другому там по его там способу где-то как-то что-то объяснят что вот произошло вот так то так то так то может вот такой вот поверит да который как бы незрячий который как бы вообще нихуя не понимает нихуя не соображает а так то тут все видно понятно знаете гораздо было бы более логично, если бы это было по-настоящему нападение на Мелти с целью её убить. Нежели чем нападение с целью подставить щита. Потому что нападение с целью убить было бы гораздо более каким-то именно логичным, что ли. А вот это вот хуйня, ну это просто это какая-то, ну не знаю, у меня так смех берёт с этого. Ну это такая тупость. Ладно, давайте слушать опенинг. Неплохой опенинг на самом деле. Опенинг как бы неплохой. И некоторые моменты были ясны. Несколько показали именно персонажей, которые скорее всего появятся на протяжении этого сезона. Также становится понятно по этому опенингу, что именно Науфуми начнёт нормально и адекватно относиться конкретно именно к Мелти. И они будут ну, такое ощущение, как будто бы они вместе в команде. Как будто бы она состоит в его команде и они сражаются именно вместе. Но это выглядело так. Но как минимум хорошо то, что они подружатся. А по поводу самого опенинга, ну я не могу ничего сказать, кроме того, что он хороший, кроме того, что там где-то есть некоторые элементы, там, гитары, там, рок, а то, что мне в принципе нравится, да. То есть такой, ну, блин, опенинг бодрячком. Опенинг бодрячком. Опенинг понравился. Не против был бы услышать ещё раз. И, наверное, больше мне по нему сказать нечего. Ну, реально абсолютно нечего. Мыслей в голове нету вообще никаких. У меня до сих пор с головы не уходят мысли о том, что насколько тупо они пытались подставить счета, да. Не пытались, они попытались и сделали. И я не удивлюсь не на секунду, если когда они вернутся там где-то как-то в столицу или до этого момента где-то будет объявлена там на него где-то какая-то награда или будет за ним охота, и все абсолютно люди поверят в то, что он типа там кончик, который где-то что-то пытался сделать. Мелти. Я даже не удивлюсь, если Мелти будет говорить, типа, что такого не было никогда и ни за что. Один хуй не поверит и будут где-то как-то хуесосить счета. То есть вообще не удивлюсь ни капельки. Это как бы будет всё в порядке вещей, всё как обычно. К этому мы уже привыкли на протяжении просмотра этих серий, да. Вот. Поэтому, как оно всё будет на самом деле, давайте, наверное, продолжать смотреть и там уже разберёмся, да. Эпизод 13. Демон щита. Демон щита, да. А, крови доделали. Они так это могут всё подделывать? Вы поняли, да? Они подделали агрессию в лице Рафталии, агрессию и ухмылку в лице Науфуми, агрессию в лице Фиро и Спук в лице Мелти. Добавили под их где-то какие-то удары, само собой, не смертельные. Просто-напросто удары, типа наподобие там пенька под задницу. Добавили именно кровь, которая прям хлещет там, да. И падающих этих вот рыцарей, типа там с криками, там боли, там чего-то подобного. Я не думал, что у них есть способные где-то какие-то именно такие, не знаю, там технологии, что этот хрустальный шар способен именно, не знаю, как в наше время искусственный интеллект обрабатывать типа где-то какое-то видео и при этом менять лицо человека, менять его там эмоции и так далее, и так далее, и так далее. Добавлять где-то какие-то эффекты и все остальное. Нихуя у них развитые технологии. Ну то есть мы плюс-минус как бы сейчас там к этому дошли там в наше время, да, они там в свое время уже с такими технологиями сидят. Нихуя, а я этого не знал. Ну просто в этом случае как бы да, в этом случае поверить уже несложно и все выглядит достаточно именно правдиво, если верить непосредственно именно самому этому видео. И даже если бы были бы какие-то вопросы по поводу именно достоверности того, что там есть, да, то есть люди же должны знать и понимать то, что это можно как бы подделать, да, если это существует, значит об этом знают. Но такие вопросы возникать не будут, потому что это все-таки будет показывать и вещать, не знаю, там, то ли церковь, кто ли король, то есть те, с кого никакого спроса нету, да? То есть те, с кого спрашивать не будут. Те, кто занимают такие посты, как бы, что лучше не выебываться и просто верить. Поэтому да. В этом конкретно именно моменте их план удастся. Но, блин, есть одна загвоздка Мелти. Есть одна загвоздка Мелти, которая скажет, что все было не так. Как они эту проблему решат? Посмотрим. А, транслировать они транслируют, но... Ммм, они решили во всех краях полностью протранслировать то, что было сделано, да? Как будто бы. Наверное, чтобы везде и повсюду им отказывали в повышении класса, везде и повсюду их гнобили, ненавидели и относились к ним как отбросам, да? Ну, блин, вы понимаете, что и красноволосые, и король, и как бы, и все, не знаю, король при делах, не при делах. Красноволосые по-любому при делах. Но они же закапывают себя в могилу. Они могилу копают не для щита, не для его команды. Они хуже делают только себе. Блин, вот честно, видя вот все вот такое, видя все вот такое, я бы ни в коем случае ни капельки бы даже не старался где-то как-то помогать им. Да и сради бы я хотел, ну честно, серьезно. Я бы забил бы на эти волны, я бы забил на это все. Будь я уверен в том, что конкретно именно я не умру, как призванный герой, да? И при любом раскладе, будь то это победа, будь то это поражение, в этих волнах я все равно вернусь обратно. Я бы Аэрофталию с собой забрал бы. Да и Фира, может быть, с собой в своем мир забрал бы. Да и Мэлти хуй с ним, пускай пиздует тоже. Как бы королеву мать тоже, ну короче, всех вот таких вот позабирали бы и надеюсь, что с ними было бы все хорошо и нормально. Их бы я постарался защитить, да? Ну а так, в целом, не рыпался бы и не двигался. Реально. Хотя много погибло бы именно людей, которые ни в чем не виноваты. Обычных горожан, селян, людей, которые живут по различным, типа, где-то как-то деревням, да? Которым просто вот таким вот образом носали в уши. И они, ну само собой, им приходится верить в то, что им показывают, да? И они ни в чем не повинны, ни в чем не виноваты. Это просто люди, у которых тоже есть семьи, которые просто хотят жить. Да, таких, конечно, было бы жалко. Не знаю, вообще, самый оптимальный вариант, чтобы просто-напросто появилась где-то какая-то волна, отодрали в сраку, как бы, шалаву красноболосую, да? Вот, чтобы, ну, не было ее. И вот после этого можно было бы где-то как-то попытаться помочь. А еще тоже неплохой способ. Именно, когда будет какая-то волна, чтобы просто эта волна дико разъебала, как бы, всех героев, да? Чтобы все, вот, все люди смотрят и видят и понимают, что, как бы, все, это их конец. И чтобы щит помог. Я думаю, что Мелти должна как-то повлиять на это. Ну, господи. Ну, нахрена они себя копают могилу? Я не понимаю этого. Зачем они себя закапывают? Для чего? Господин Афуми. Ну, как прошло? Измененная запись. Уже облетела ближайшие города и деревни. Идти туда будет слишком рискованно. Понятно. Это же... Почему ты пытался убить принцессу на наших глазах? Отвечай! Мне нечего сказать демону. Это же кресть церкви трех героев. Трех героев? В основной религии Мелромарка святыми считаются меч, копье и лук. Ну, кто бы сомневался. В этих церквях была в столице. Значит, все герои, кроме щита. Ты пожалеешь о том, что грешил. и нарушил порядок в нашей стране. Ой, да иди-то нахуй. Да что с ними такое? Да ебнутая просто. Но наверняка это очередная выходка короля. Благодаря ее тупому папаше мы застряли черти где. Мой отец в этом не замешан. тогда кто, если не он? Однозначно сестра. Так она хочет убить тебя и занять место коронованной принцессы. Но ведь те рыцари были под прямой юрисдикцией короля. Логично предположить, что виновен он. И судя по всему, меня будут держать за демона счета до самого конца. Отец бы так никогда не поступил. Почему ты так уверена? Потому что отец любит типа тебя. И к чему заступаться за такого подонка? Не, может быть он на самом деле к ней хорошо относится. Но по крайней мере я не видел, чтобы он по отношению к ней вел себя плохо. И что это будет за встреча? Ну, с тобой разве что лично. Где-то как-то переговорить, чтобы ты сама лично рассказала о этой ситуации, которая произошла. Ну, то есть, реально я по королю было видно, что он конкретно именно к Мелти ничего против нее не имеет и относится к ней хорошо. Не то, чтобы боится. Нет, не боится, а просто именно видно, что у него чувство по отношению к своей младшей дочери. Да? И плюсом ко всему правит и управляет всем королева-мать. И если они с Мелти придут в столицу и та как отцвуток и матери расскажут всю эту ситуацию, как она обстояла на самом деле, то, что герои щита решили подставить, а ее пытались именно убить, и герой щита ее защитил, то есть, в лице короля и в лице как бы королевы, ну, королева и так, в принципе, неплохо относится к щиту, да, но в лице их герой щита станет тем человеком, который спас их младшую любимую дочь от гибели, да, спас от смерти. А что еще можно сделать просто-напросто гораздо более значимое, да, для родителей, чем спасти их любимого ребенка? Это может стать такой именно точкой, такой кульминационным каким-то таким вот моментом, после которого король перестанет где-то как-то видеть в щите проблему и видеть в нем на самом деле какого-то вот такого вот демона, плохого человека. Мне писали в комментариях по поводу того, типа, чтобы я не гнал на короля, потому что, видишь ли, я потом все узнаю и то, что король относится к щиту не просто так. Ну, типа, таким вот образом уебищно относится не просто так, что где-то когда-то что-то происходило именно с прошлыми героями щита. Но мне все равно это непонятно, это не оправдывает. Я также написал под этим комментарием, что это короля не оправдывает, потому что одно дело какой-то щит, который был где-то когда-то, другое дело щит, который есть сейчас. Это совершенно разные люди, это совершенно разные личности, да, у которых совершенно разная где-то какая-то именно мотивация и все остальное. То есть, это разные люди, абсолютно. То есть, так же самое, как, допустим, призвали вы там героя там хуяносца там, мечеглота, как бы стреломета этого, да, они тоже могут быть уебками полными, просто конченными там маньяками, психопатами, убийцами, то есть, вы же не знаете, кого вы призываете, все люди разные. И поэтому равнять этого щита, вспоминая о том, что прошлый был каким-то уебком, это неправильно, потому что каждому нужно подходить именно по-новому, с чистого листа начинать где-то какое-то общение, да, вот поэтому это короля совершенно никоим образом не оправдывает. Но вот этот вот момент, я повторюсь, может наладить их отношения. В случае, конечно, если Мелти доберется до столицы и все расскажет, как оно было на самом деле. Господин на Афуме. И как, как я буду маме в лицо смотреть? Ну, не плачь, Мел. Я здесь, с тобой. Решено. О, хозяин! С возвращением! Итак, мы уходим из этой страны. Ты что будешь делать? Вернусь в столицу и поговорю с отцом. Плохая идея. Нет, хорошая идея, но... Нет, хорошая идея, но нужно просто нам просто ее провести. Я буду тебя защищать. Ты можешь защищая провести ее в столицу. Я обещаю. Мел, идем с нами. Уходим перед рассветом. Всем быть готовыми. Господин на Афуме, куда мы отправимся? Мы ведь уже все решили. Хотя, блядина красноволосая тоже может понимать, что единственный их... Единственное такое логичное, скажем так, решение в их ситуации это попытаться вернуться в столицу, попытаться провести Мелти обратно в столицу. И поэтому она все где-то какие-то именно свои силы может бросить непосредственно на то, чтобы не дать им оттуда добраться. По дороге устроить какие-то засады, перед столицей устроить где-то какую-то засаду, да? Но вряд ли в общем где-то какая-то такая засада смогла бы справиться с героем щита, который в соляного разъебал эту волну. Ну, конкретно именно из рыцарей, хотя могут победить массой, ну, количеством, а не качеством, да? Может быть, отчасти опасно ее вести все-таки. Но, блин, пока он будет ходить вместе с Мелти, слухи эти будут распространяться все сильнее и сильнее. И мало того, что они будут распространяться, они будут укрепляться, они укоренятся. Это выльется явно не во что-то хорошее, однозначно. И даже если потом в дальнейшем получится где-то как-то дойти до короля и рассказать, как все было на самом деле и король приложит где-то какие-то усилия, чтобы оправдать щита, да? Все равно люди будут косо на него смотреть. Ну, ладно. Слишком долго что-то на протяжении этой серии болтаю. Знаешь же, что так надо. На повозке через горы не перебраться. Когда все уляжется, мы за ней вернемся. Обещаешь? Обещаешь, что вернемся? Да. Устроим привал здесь. На. Вторая принцесса тебя устроит? Да. Должно быть, она устала. Господин Ауфуми, почему вы решили идти именно в Шилтвельд? Меры предосторожности. Ведь далеко не просто так. Они так стараются нас туда не пропустить. Похоже, там мы сможем укрыться. Логично. Логично. Че Мэлти думает? Ну да, по этой фото не скажешь, типа, что он уебан. Что случилось между вами и отцом? Да, собственно, ничего. Просто блядюха сестра твоя. Мама, мама ведь велела уважительно относиться к герою если подумать. Я ничего не слышал о твоей матери. Мама, правитель страны. Правитель? Это значит, что ее власть выше власть отца. Так королева главнее короля? Так выходит, его просто приняли в семью. Чего в этом смешного? Ведет себя, словно тут главный. Ну и что, что его приняли? Приемный король. Идемте. А Мелси такая прикольная, да, как, блядь, оправдывается там. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он угорает с нее. Он такая И-э-э-э-э-э-э-э. Здесь никого. Они не могли далеко уйти. Найти их. Наемники? Ну да, Красноболоса, наверное, будет пускать все силы для того, чтобы их найти, для того, чтобы ее где-то как-то убить, помешать им. И, наверное, гораздо сильнее, чем щит, ее бесит именно тот факт, что она не будет следующей королевой, что следующей королевой будет непосредственно именно ее младшая сестра, да? Ее, наверное, этот факт, это прям у нее такое жопа-жопа возгорание там происходит, как бы из-за этого, и пуканобомление постоянное, типа, что как бы она, типа, там старшая сестра, такая вот шлюха-ебина выросла, как бы, блядь, а не может стать этого, стать прям королевой. Наверное, прям бесит. Да и, блядь, трасса, и, блядь, на трассу и дорога, блядь. Пизда, торговка, блядь. Так, что ты там уронила? Я нашел, вон они. Уже нашли нас? Бежать можешь? А то что-то важное уронило или нет? Отдохнем вон за той здоровой скалой. Придется сражаться? Ага. Мали, ху-то ясу стреломет пришел. Хватит лгать, у нас достаточно доказательств. Герои, как видите, со мной все в порядке. Герой Щита следил за моей безопасностью. Постойте, разве Ноуфуми не похищал вас? Все это было частью коварного заговора. Я попросила его позаботиться обо мне и защитить. Защитить. Так, хорошо. Какая вообще выгода героя Щита в моем похищении? Королева сказала мне, что в такой час мы должны сплотиться и вместе остановить бедствие. У нас нет времени на бессмысленные конфликты. Прошу вас, опустите оружие. Как она и сказала, все было подстроено. Я расскажу вам все, что мне известно. Сперва. Не слушайте то, что он говорит. Ай, ты ж, ёб твою мать, где нахуй? А-а-а, блядь. Позволяет брать людей под контроль обычным разговором. Что? Да кто поверит в такую очевидную ложь? Ебучая шлюхоёбная блядота, ну блядь, ну съеби отсюда, вону. Снова эта церковь трюх. А сам демон дайвает тебя святым на божественной птице и промывает мозги всем встречным. Сестра. А-а, бедняжка Мелти. Похоже, демон Щита успел промыть тебе мозги. Всё ясно. Значит, мозги Рафта Алиэфира тоже были промыты. Вы ошибаетесь. Никто не промывал нам мозги. Да если бы у Щита была такая способность... Я бы промыл вам всем мозги. Да. Ну и отрицать её наличие нельзя. У тебя есть какие-нибудь доказательства? Доказательства? Меня хуесосят все, кому не попадя. Вот какие доказательства. Ну блядь, ты долбоёб. Ну будь у меня такая способность, я бы... Мандей этой красноволосой давно бы промыл мозги для того, чтобы она перестала как бы выёбываться и нести всякую хуйню. Рыцарем всем этим промыл бы. Королю промыл бы. Всем промыл. Может быть на вас бы это не подействовало. С учётом того, что вы такие же герои, как и я, да? Но касательно всех остальных людей, которые живут как бы в этом вот мире, если такая вот таковая способность у меня существовала бы и была бы, да? То есть влияние этой способности было бы абсолютно на всех, за исключением, может быть, чисто героев. Да? Не более того. Все остальные были бы, получается, могли быть под влиянием этой способности. И я бы взял их под влияние, и не было бы этой херни, я не бегал бы, блядь, просто-напросто вот так вот и не убегал бы. Я бы не заходил бы в город, боясь, что там что-то произойдёт. Я, наоборот, зашёл бы в город, так же, получается, под влиянием своей этой способности. Сделал бы так, чтобы меня там все любили, все уважали и ценили. Набрал бы где-то какой-то провизии, набрал бы где-то каких-то денег, блядь, жил бы припеваючи. Вообще, в хуй не дул бы, блядь, у меня была бы прекрасная жизнь, у меня прекрасная была бы жизнь, у меня бы всё ухватало. Также, у меня в команде не было бы конкретно именно Робара, в Талии, допустим, и именно Фира, да? У меня в команде было бы человек 300, блядь, минимум, нахуй, потому что я просто зашёл бы в какой-то город, бля-бля, братаны, нахуй, хуяк там своей способностью, и все они со мной. И все они со мной зарабатывают мне экспу и всё остальное. Я зашёл бы в злоебучую церковь, сказал бы, давай класс мне повышай. Они говорят, вот, нужно, типа, там, 15 золотых. Я говорю, а, давай без бабла. Они говорят, вот, типа, ты герой счета, как бы тебе нельзя. Я сказал, пососи, у меня такая вот способность. Всё, в итоге я повысил бы класс, не надо было бы мне не платить никаких денег, и похуй было бы на какой-то там изданный, блядь, королём закон или где-то какой-то указ. То есть я все проблемы мог бы решить этой способностью, вы не понимаете этого? Вы не понимаете? Это и есть доказательство, это и есть доказательство. Вообще, у меня реально, блядь, горит срака от этой красной волосы так сильно. Я не прощу, ни в коем случае не прощу аниме. Если расплата, расплата, которую она получит, а я надеюсь, она получит. Во-первых, если она вообще не получит никакой расплаты, я прокляну это аниме. Во-вторых, если она получит расплату, и при этом расплата это будет, блядь, вот такая, которую я не одобрю. Прямо в моем понимании будет слабой, да? Слабее, чем она заслуживает. То тогда я тоже прокляну, но как бы слабее прокляну, более слабое какое-то проклятие кину как бы на это аниме, да? Вот, а если нормально там все сделаю так, чтобы я одобрил как бы, да? Ее там за хуе сосит, за хуе вертит. Вот тогда я этого буду восхвалять, это аниме везде и всегда. И всем его советовать. Вот, потому что, ну блин, она заебала. Она уже столько серий, просто вот эта 13 серия. И все эти вот 13 серии, она ебет мозги нам просто-напросто, да не въебенье, она задолбала. Скиньте ее нахуй с этой скалы. А потом каждый из вас, блядь, один засуньте ей копье в жопу, блядь, другой нахуй, не знаю, там, меч куда-нибудь и еще, где дыры существуют. Ну и лука потом тоже куда-нибудь припихнуть. А, можно еще и потом щита запихнуть, когда там раздраконят все полностью, все остальные там предметы раздраконят, еще и щита загоню. Ну и вот что-нибудь такое подобное надо сделать. Вот, блядь, сука. Да забирайте. Не-не, героям поверить можно. Им поверить можно. Если удастся избежать сражения, то так будет даже лучше. Вы абсолютно правы, господин Рен. Безопасность Мелти превыше всего. Хорошо. Извините, что я так много останавливаю, эта серия будет на ёб твою мать сколько минут. Мы, наверное, даже полсерии не про, а не полсерии просмотрели, ладно. Просто, как говорит блядища эта красноволосая, что это влияние щита. А как работает эта способность, она объяснила. То есть, если далеко находится, к примеру, Мелти от меня, будет ли продолжать работать эта способность? Или чары спадают? Ну, просто, когда они смогут убедиться в том, что Мелти говорит правду? Когда она им вновь повторит все то же, что она сказала и сейчас? Или же красноволосая блядота будет настаивать на том, что это именно, знаете как, влияние такое, которое не снимется до тех пор, пока в общем жив герой щита. То есть, что это навсегда. До того момента, пока он не умрёт. Но тогда разве у героев не появится вопрос, а почему он всех остальных не брал под это влияние? Ну, собственно, как короля и как вот красноволосую. Не знаю. Ну же, вернёмся домой вместе. Нет, тогда меня убьют. Ситуация патовая. Ну же, идём. Ситуация патовая. Ситуация патовая. Так хочешь быть коронованной принцессой? Что готова убить свою родную сестру? Скажешь, что идёшь развеять чары и убьёшь её, пока никто не видит. Уверен, это ты и задумывая. Я ведь обещал защитить тебя. Фира! Да! Воздушный седл. Эх, и сепира летать умела нормально, да? Прилетели бы ещё столицу. Но, наверное, пикировать она умеет. Ты долбоёб? А ничего, что со мной принцесса? Которая могла разбиться насмерть. Я вызвала подкрепление. Теперь вам не сбежать. Иди нахуй, извращуга, ебаная. Так она хочет повозку таскать. Расшифруй законы природы. И режь водой, словно лезвием. Водяной разрез. Следующие не промажет. Отпусти эфиро. Майн? Ты ведь убьёшь Мелти? Это же моя любимая младшая сестра. Это же моя любимая. Как вы могли подумать, что я ей что-то сделаю? Это же моя любимая сестричка. Потом она пиздит. Следите за логикой, да? Следите за мыслью. Она пиздит, что она пришла спасти свою младшую сестру. Это выяснили, да? Пришла её спасти и отвезти обратно в столицу. Хорошо. Хорошо. Верим. Верим. Пускай верим. Ты любишь свою младшую сестру. Ты решила её спасти от героя щита. Собственно, Мелти говорит, что ничего такого не было, что герой щита её спасает. На что отвечаешь ты? Что? Что на неё герой щита наложил чары. И она целиком и полностью всё делает и говорит так, как ей велит герой щита. Да? После чего начинаются вот эти вот... Где-то какие-то атаки. И да. Тебя атакует твоя младшая сестра. Которая, по твоим же словам, находится под влиянием героя щита. То есть, по факту, тебя атакует герой щита. Сестра младшая сделать ничего с этим не может. Она находится под влиянием, да? Это не её желание. Это не её мысли. Этого делать она не хотела. То есть, если смыть эти чары, там находится твоя сестричка, которую ты любишь и хочешь спасти и привезти домой. А ты берёшь её, атакуешь, спонт там, она первая начала. Так это ж не она начала, к примеру, а герой щита, если он ею управляет. А ты из-за этого, из-за не её действий, из-за действий под влиянием, хочешь её убить, потому что, видишь ли, она первая начала. Ну, ты вообще ебобо. И, блядь, ну, герою три припеска, ну вы серьёзно? Ну, ладно, блядь, хуеносец. Он прям вообще конч, блядь, отбитый наглухо. Но вы два, блядь, просто-напросто, стреломёт и мечеглот. Вы разве не можете этого понять, что она сейчас пиздит, что она сейчас реально пыталась её убить? Ну, то есть, у вас всё там состыковывается? Или, как бы, может быть, всё-таки где-то какие-то извилины начнут работать? Это пиздец. Да что на тебя нашло? Хватит. Если чарик с неё не развеять, придётся убить. Придётся убить. Где логика? Да. Отойди назад. Выходи. Щит гнева. Фирочка. Озаботок, уйди. Этот щит. Оброжьте молот правосудия, она демон на щита. Огонь. 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 я не позволю хорошо вот так только надо было по яйцам демона считаю всех его прислужников стойте нельзя что это за свет что за чертовщина рэн я знаю тебе хватит мозгов осознать что происходит на самом деле стой на уфу ми так на уфу не доверяет ему какому частично да по крайней мере по сравнению со всеми другими героями он доверяет ему сильнее всего то считают его более разумными она на нашей стороне это одна из теней тайных войск подконтрольных лично королеве герой щита в такой форме мы встречаемся впервые я считаю стой я считаю позвольте перейти сразу к делу герой щита вы должны встретиться с ее величеством я считаю с королевой во всем вина старых предрассудков я считаю да заебала ты считать я считаю похищение подстроили те кто считает опасными ваши достижения я считаю прекрасно час вот часу не легче и с какой радостью мне с ней встречаться при встрече вам все станет понятно я считаю кринги короче нас всех в противоположном от шильдвельта направлении она всех вас посчитала не сократится рая принцесса ты знаешь что это за страна математик на 2 принцесса так ты можешь колдовать меня так что такое вторая принцесса вдруг меня вообще-то мелти зовут почему ты зовешь меня второй принцессы герой щита я ведь не какая-то незнакомка ты ведь и сама меня зовешь герой щита если не нравится ну ладно а то мы порешали недовольная только рафталия потому что она вахуя что кого-то он еще будет по имени называть лицо нерадостное дара талия это ничего не значит еще спасибо что такое ничего ничего что приуныло то ну что-то за ревность ну что это за запах лес палят озвучено проектом они понимают типа хотят их сжечь это как-то или загнать их куда-то ну сейчас просто на данный момент за ними было все ну то есть они и застали где-то как-то и врасплох и были все три героя и плюс сама блядота красноволоса и все эти вот рыцари и они попытались именно что-то сделать с ними дату то время как допустим на уфами стоял именно на краю скалы и у него все равно получилось уйти и вы не нанесли ему просто вообще ни каплики где-то какого-то урона да если у вас не получится что-то ему противопоставить а это вот не может которая подчиняется это вот тень которая подчиняется непосредственно конкретно именно королеве как бы тоже прийти в столицу и рассказать все что она видела своими глазами нет не можешь же она 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 всегда в синие почему она не может походить с этим хрустальным шаром и записать все то что происходит да чтобы потом это все показать именно оправдывая на уфами ну хотя самое главное конечно же сейчас да встретиться непосредственно именно с королевой матерью да с ней уже там переговорить везде все порешать и где-то как-то с ее уже подачи можно будет да и вернуть скажем так имя на уфами да его доброе имя вернуться обратно в столицу описать королю все как оно было на самом деле вот и дать по заслугам и красноволосой блядоте но до этого мы наверное дойдем не то чтобы скоро но надеюсь что дойдем ладно серия меня конечно ни капельки не разочаровала число 13 я люблю и серия 13 получилась отличная много правда времени потратил на то чтобы просто напросто здесь разглагольствовать по тому либо иному поводу счетом того что серия идет 23 минуты реакция уже идет 46 минут то есть я пижу ровно столько же сколько идет серия поэтому наверное ребята буду заканчивать да потому что вы и так наверное вы там сидите с греш со сгоревшими пердаками из-за того что как бы я слишком много болтаю вот поэтому если я что-то забыл сказать может быть скажу как-нибудь потом к нибудь следующий раз и так слишком много всего наговорил вот так что да ребята на этом получается заканчиваю буду со всеми прощаться надеюсь что вам понравилась эта реакция и всем доброго дня доброго вечера увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме так и на другие и всем пока пока и 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